Комментарий, который остаётся без коммента других пользователей, попадает в следующий видос. Юич, киспаная, давайте в этот разок более мотивационный видосик. А то мы вечно смеёмся со школьников и с их тупых поступков. И сегодня, мне кажется, нужно просто стереть стереотип, что большинство школьников очень глупые и необразованные. Ладно, стереотип остаётся. Это не кликбейт, сегодня я реально расскажу историю, которая лично меня немного удивила. Заставила задуматься и переосмыслить, чем же я занимался в своей 14. Вы, наверное, думаете, что... Ну, не совсем так. Да не имеет значения. В общем, представьте, парню было 14 лет. Он, как обычный школьник, любил сидеть за компьютером. Но, в отличие от нас с вами, которые любят побомбить в чате, когда тиммейты раки... Он же тихонечко день за днём создавал игру и не просто для телефона или тетриса, а для платформы стим. Да, это от души. И можете себе представить, что за первую неделю релиза игры он получил 5000 долларов. За первую неделю, без рекламы. Просто игра стоила 29 рублей. И сколько же человек её купила? 5000 долларов. Давайте подсчитаем. Так, 5000 в рублях, это 287 тысяч. Мне кажется, это вообще какая-то ерунда. А теперь вспомните, чем занимаетесь вы в свободное время и расплачьтесь. Мне ничего не нужно, только плачь. Слезами напиши мелодию дождя своей любви. Самое, что интересно, когда он сидел за компьютером, его родители тоже, как и в большинстве случаев, очень скептически к этому относились и всячески пытались запретить ему сидеть за монитором и буквально наказывали его. Что за хуйня? И нас с локтя маме. Мама улетает, батю в почку с ноги, лоу-кик в голову разок. И всё, и пока не выруби, можно 2-3 часа посидеть. Но что больше всего меня улыбнуло из интервью, так это фраза. Что когда сын заработал первые деньги, которые он перевёл на банковскую карту отца, мама и папа резко изменили его отношение к играм. Ну, ещё бы. Если бы мне кто-то скинул 270 тысяч рублей, я бы тоже сказал, что всё нормик, сынок. Да хочешь, я тебя даже девчонок буду сюда водить, пока мамка на работе. Ты только сиди и работай, и не отвлекайся. Шучу. Нет, точно нет. Писал он эту игру 2 месяца, но, к счастью, он знал язык программирования, что ему, в принципе, и помогло. Но знал он его недосконально. И с помощью форумов, ютюба, он как-то пытался-пытался, и у него получилось. Чётко. Спустя 2 месяца вы, наверное, понимаете, что парень заработал свой первый миллион. В 14 лет школьник уже был богаче, чем его отец, и мог себе позволить больше, чем мама и папа вместе взятых. За всю жизнь. Криспан, я напомню традиции, что у нас с вами есть новая группа, как вы и просили, и она называется Просто Крисп. Ссылка на неё будет в описании. Вступайте в неё, там есть чатик, общаемся, тусим, веселимся, и... Чё ещё там-то можно делать? Я даже не знаю. Кстати, я часто буду там разыгрывать подарочки ВКонтакте, ну, как бы, на что хватает денег. Нищеброд. А ещё не забывайте за мою страницу ВКонтакте, где ролики для просмотра доступны по ссылочке раньше, чем в YouTube, поэтому вы сможете оставить первым комментарий, что сейчас очень модно. Ну, это замечательно. Спасибо. Знаете, Криспан, а ведь таких историй очень много, когда школьники реально создают что-то такое, чего даже взрослые люди не могут. А если могут, то просто им лень. И как видите, даже если тебе родители запрещают что-то делать, ты всё равно, если у тебя, конечно, есть цель, можешь найти все возможные пути, чтобы добиться своей вершины. Конечно, речь не идёт только об играх, но в мире много разных интересностей. И как видите, этот парень тоже не всем одарован был. Его знания программирования в 14 лет были... На донышке. Но это не помешало ему поучиться в интернетах этих наших. И опять же, вспоминая себя в его возрасте, блин, я чисто по-человечески завидую ему. Ведь в свои-то 14 лет я играл в Counter-Strike 1.6 и пытался научиться стрелять с АВП, как Маркелов. Причём сейчас и правда много возможностей. И мне кажется, не стоит их упускать. Ведь круто, когда ты в восьмом классе, а уже в неделю зарабатываешь больше, чем все учителя вместе взяты в твоей школе. А то и во всём городе. Ничего смешного. И если вы думаете, что это единичный случай, то вы ошибаетесь. К примеру, 16-летний школьник создал аналог Shazam для песен ВКонтакте. И сделал он этого бота не за 2 месяца, а всего лишь за 12 часов. Вот так вот сел утром, написал, а вечером бот уже был готов. Да за 12 часов я не то, что бота не успею сделать. Да я даже проснуться не успею и застелить кровать. Что уже говорить о каких-то там успехах? Но вы же не такие. Криспин, а надеюсь, вам понравился вот такой вот мотивационный ролик, который заставит ваши задницы подняться с кресла и пойти хотя бы сделать домашнюю работу на завтра. Ну и заставит ваши задницы поставить лайк под этим видосиком, чтобы мне было приятно, и я хотел ещё больше и больше что-нибудь прикольного делать для вас. И, конечно же, если вы только что наткнулись на этот видосик, то подписывайтесь. Просто нажимайте на вот эту картинку с вака-вака. Видосы выходят очень часто, поэтому скучно нам с вами не будет. До завтра. Я пошёл удалять КС. Да нет, перебор какой-то. Телевизор. 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 И подпись, что внутри. Телевизор. Телевизор.